Валентина Андропова почти четверть века преподает русский язык в колледже авиационного и промышленного машиностроения. Накануне 12 апреля за вклад в развитие отечественной космонавтики она получила нагрудный знак «Город трудовой и боевой славы». Валентина Андропова рассказывает, завоевание космоса сказалось и на развитии русского языка. В нем появилось много новых слов, связанных с космической тематикой. Космонавтика и лингвистика едины. Космонавтика влияет на русский язык, обогащает его, а русский язык, в свою очередь, дает свой материал для того, чтобы новые слова появлялись в космонавтике. Прелунение, а теперь еще космический туризм и многое другое. Так что мы взаимно обогащаемся. Выпускники техникума в жизни всегда находят свое место под звездами. Многие собирают ракеты на заводе «Прогресс», трудятся и на других предприятиях космической отрасли. Ежегодно порядка 300 студентов получают дипломы и путевку в увлекательную жизнь. Для них День космонавтики – это профессиональный праздник. Необыкновенная гордость за то, что наша страна первая, и по сей день же она остается первой. И то, что у нас есть возможность воспитать студентов, воспитать людей, детей, будущих профессионалов, которые нашу страну поднимают высоко в космос. День космонавтики в промышленном районе Самары всегда отмечают с размахом, проводят квесты, конференции и торжества с вручением наград, а также праздничные концерты. Весь зал включается и вместе с артистами исполняют наши всеми знакомые, родные песни, связанные с Юрием Алексеевичем и с космонавтикой. В Самаре выпускают более 20 союзов в год. Ракета доставляет на орбиту космические корабли и аппараты. Сегодня это единственный в мире летательный аппарат воведения на МКС. Самарские ракеты стартуют с космодромов Байконур, Плесецк, Восточный и Гвианского космического центра. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События.